Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шоу Стрибум. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами вкуснейшим приготовлением. Это может быть, конечно же, и ужин, обед, может быть даже для кого-то и завтрак. Друзья, готовлю просто и очень вкусно. Поехали! Для нашего сегодняшнего блюда нам понадобится свиноговяжий фарш. Здесь у меня ровно полкилограмма. Слегка присаливаю. Перчим по вкусу. И добавляю чайную ложку без горки сухого чеснока. И все хорошенечко нужно перемешать. Хорошенечко перемешали и формируем некрупные тефтельки. Нам также понадобится 3 красных перца и 1 луковица. Все мелко измельчаем. Фрикадельки мои готовы. Теперь их нужно обжарить в сковороде. Отправил чуть-чуть растительного масла и начинаем обжаривать. Для сочности мы их как раз и обжариваем. Для того, чтобы все соки сохранились внутри. Просто обжариваю со всех сторон. Обжариваем тефтельку с каждой стороны примерно по 2-3 минуты. Фрикадельки пожарили. На каждую порцию фрикаделек ушло примерно по 6 минут. Теперь в этой же сковороде обжариваем лук. Лук обжариваем до мягкого состояния. И следом отправим в сладкий перец. Лук стал слегка мягким, слегка даже золотистым. Отправляю в перец сладкий. Тушим все вместе примерно 4-5 минут. Перец должен слегка помятнуть. Надеюсь, вы уже поняли, что мы сейчас готовим вкуснейший соус. Соус к нашим мини-котлеткам. Нам теперь понадобятся помидоры через терку. Это у меня зимняя заготовка. Я беру ровно 1 стакан, добавляю к перцу и луку. Если очень густое, нужно добавить буквально еще пару столовых ложек кипяченой воды. Добавляю примерно 3 столовые ложки воды. Слегка перемешиваем. И теперь нам нужно сделать соусу вкус. Добавляем любимые специи. Любые, какие вам нравятся. Добавляю чайную ложку соли, без горки. Сладкая паприка, чайная ложка. И чуть-чуть меньше пол чайной ложки кориандра. Сахар, пол чайной ложки. Черный перец по вкусу. Все хорошенечко перемешиваем. Тушим еще примерно 3-4 минуты. И после пройденного времени добавляем наши котлетки. Мелкие, вкусные, аппетитные. Соус достаточно прокипел. Отправляем наши вкуснейшие фрикадельки. Фрикадельки все утопливаем. Чтобы они были в соусе. Они пропитаются еще соусом. И они станут намного вкуснее. Намного сочнее. Сверху накрываем крышкой. И даем прокипеть еще минут 10. Накрываю крышкой. Конечно же, к таким фрикаделькам в соусе нужно приготовить кашу или макароны. И подавать вместе. Перемешиваю. Друзья, такой аромат шикарный. Ну, просто бомба. Обязательно попробуйте. Уверен, всем понравится. Правда, друзья, аппетитно выглядит. Вкусноте. Берем хлебушек, мочим в соус. И пробуем. И, конечно же, пробуем фрикадельку. Ну, очень вкусно, друзья. Обязательно готовьте. Радуйте родных и близких. Не забываем подписываться, кто не подписался на мой канал. Также комментируем и делимся с друзьями. Я с вами подчаясь ненадолго. До следующего видео. Всем пока. Ну, а самое интересное и самое вкусное, конечно же, это хлебушек в соусе. Уверен, многие так делают. Сначала вымакиваем соус, а потом едим все, что в густое. Вкуснотень.